Для работы с собакой по защитному разделу важно понимать, что собаке необходимо давать иногда физнагрузку. Вы можете садиться на велосипед и предлагать собаке бегать с вами. Или сами можете бегать. Либо, как вариант, можно научить собаку бегать без вас. Отдельно можно взять и предложить собаке бегать с рукавом. Рукав может быть небольшой или это может быть какой-то мешочек с утяжелениями. Здесь у собаки укрепляются мышцы спины, мышцы шеи. Собака более выносливой становится в тренингах по защите. Работает дыхалка. Собака становится более кусачей. Хватка у собаки становится лучше. Вот как вариант. Учим собачку бегать с рукавом. Либо есть отдельные моменты, когда мы учим собаку бегать с покрышкой или ходить с покрышкой. То есть физнагрузка в любом случае собаке нужна. Ваши тренировки по защите однозначно будут проходить более продуктивно. Все-таки мы должны понимать, что это фитнес для собаки. Если собака лежит постоянно на диване, мы ее уводим в тренинг по защите. Собака быстро устает. Здесь важно понимать, какая у вас цель вообще, когда тренируете собаку. Что вы от нее хотите. Здесь в целом, как вариант. Вот собачка бежит. Бежит, держит. Рукав, рукав весит немного. Но все равно это нагрузка. Начать нужно с малого. Хотя бы там 10 минут. Походить. Ну, длительные прогулки, конечно, тоже хорошо. Но собака быстро адаптируется к длительным прогулкам. И в дальнейшем. Собаке бывает мало. Просто погулять. Важно еще учитывать, что темперамент собак разный. И бывает, люди выходят на коротком поводке с собакой. Собака толком не выбегивается. Домой приходите. Она продолжает вести себя активно. Потому что она в целом-то на прогулке толком не устала. Но бывают еще такие моменты, когда люди водят своих собак на собачью площадку. Чтобы она выбегалась с другими собаками. Это, конечно, хорошо. Но такие люди, как правило, в дальнейшем испытывают трудности в управлении своей собакой. Если с этой собакой не работать отдельно по послушанию. То, естественно, в дальнейшем, когда она видит других собак, она очень остро на них реагирует. Хочет снова с ними поиграть. Я, как правило, такие методы не использую. Беготня с другими собаками это хорошо. Но есть плюсы, также есть и минусы. Я, как правило, стараюсь нагрузить свою собаку самостоятельно. Хотя бы даже элементарно поиграть с ней. Но мы должны учитывать, что порода, допустим, бельгийская овчарка Маленуа. Игры с ней может быть недостаточно для ее утомления. Вот. И есть разнообразные способы. И вот это один из вариантов. Куда побежал-то, эй? Беги дальше. В машину, видимо, пошел отдыхать. Иди, беги дальше. Ты что? Давай, малыш. Пару кругов еще и все. Уже хотел в машину побежать. Отдохнуть. Давай, пару кружков и все. И пойдем. Главное понимать, что делаешь. Вот. Бегаем вот так. Иногда можно дополнительно что-то придумать, чтобы как-то занять свою собаку. Самое главное терпение и тренировки периодически. Даже воспитание. Собака будет комфортная в быту или во время прогулки. Всем терпения. С собаками. Всем собак.